МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ОРТ продолжает информационная программа новости дня. Я Анастасия Синченкова. Здравствуйте. И вот какими событиями запомнилась эта пятница. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исполняющих обязанности меньше. Новые назначения в правительстве области. Транспортный налог и жилье для сирот, о чем спорили на заседании в правительстве области. Ушли на карантин, школы региона закрылись из-за пневмонии. Как сохранить свои избережения, россияне все чаще предпочитают инвестировать. Старейшего с области отмечает столетие. В зале ТОЖЕС лучшие представители педагогического сообщества. Счет не в нашу пользу. Женская сборная России по баскетболу уступила соперницам 1 очко. И начинаем с официальной хроники. В областном правительстве новые кадровые изменения. Губернатор Денис Паслер подписал ряд указов о назначении на должности. Наталья Левенсон с 15 ноября исполняет обязанности вице-губернатора, заместителя, председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике. Дмитрий Аниськов назначен на должность заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области. Накануне стало известно о том, что он покинул кресло первого заместителя главы Орска. Еще два чиновника в правительстве теперь трудятся без приставки О. Это Игорь Слепцов, который назначен на должность директора Департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья, и Кристина Летяга. Она назначена на должность начальника инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области. Сегодня состоялось очередное заседание правительства области. На повестке дня было сразу несколько важных вопросов. Это внесение изменений в закон Оренбургской области о транспортном налоге и покупку специальной техники для аэропорта, а также увеличению зарплаты чиновникам. Но поистине жаркие споры разгорелись вокруг реализации программы по обеспечению сирот жильем и исполнению наказов президента. С кем разговор перешел на повышенные тона? Подробности в нашем следующем сюжете. Проект закона о транспортном налоге на заседании правительства рассматривают одним из первых. Министерстве финансов предлагают с 1 января 2021 года освободить от финансового бремени автовладельцев, которые заправляют своих железных коней природным газом. Исключение составляют перевозчики. В связи с освобождением от уплаты налого-транспортных средств, работающих на метании, большая часть которых используется компаниями-перевозчиками, не распространять налоговую льготу по транспортному налогу на соответствующие организации автотранспорта. Это, прежде всего, те, которые осуществляют пассажирский автоперевоз. Несмотря на то, что это инициатива Министерства энергетики России, губернатор Оренбуржья усомнился в правильности такого подхода. Ведь основная часть – это 58% от транспортного налога – поступает в дорожный фонд. На заседании правительства решают отложить решение этого вопроса. Еще одна из инициатив – выделение субсидий на приобретение специальной аэродромной техники, той, на которой Оренбург не смог получить пропуски по безопасности. Ее поддержали единогласно. На 58 миллионов рублей из региональной казны в ближайшее время закупят рентгеновскую установку, перронный автобус и противообледенительную машину. Тон разговора меняется, когда заходит речь о жилье для сирот. До конца года остается всего полтора месяца, а в областном центре программа выполнена только наполовину. Мы имеем 64 квартиры. Вчера еще пять квартир с фирмой Лес договорились. У нас тысячи детей стоят в общем, тысячи, и не одна, и не две, и не три, и даже не пять. Мы не имеем права так себя вести, когда при выделенных деньгах осваиваем там две трети, ну третьи, 50%. Обстановка накаляется и при обсуждении исполнения поручений президента. Поселок Новопривольный Акбулакского района должны госифицировать уже в следующем году, а глава до сих пор не знает, есть ли проект и как программа будет выполняться. Оно у нас в планах было 21-го года, 22-го. Программа утверждается и издается до 1-го сентября. Появился там объект этот? Не могу сказать. Ну а вас что, совсем не беспокоит поручение президента, что ли? Вопросы возникают и к выплате зарплаты, особенно у щебеночных заводов на Востоке области. Практически все они без заказов. В ближайшее время около 300 работников этих предприятий вовсе могут лишиться своих рабочих мест. Глава правительства поручает разобраться в проблеме и найти пути решения. Обсуждения состоятся уже на следующей неделе. Анонимых Георгий Бурлуцкий, Новости дня. И к другим темам. Пятый резидент территории, опережающего социально-экономического развития, ясный и определен. Им стала компания по производству кровельной мастики. Такое решение вынесли сегодня на заседании специальной комиссии Оренбургского правительства. По словам представителя компании, кровельная мастика – это инновационный материал, который можно использовать как на социальных, так и на промышленных объектах. Кроме того, он имеет большой срок службы. Это аналог рулонного материала. Ну, аналог в том плане, что имеет бесшовное покрытие. После этого мастика образует монолитный бесшовный ковер. Эластичное покрытие. Очень просто в нанесении. Ожидаемый срок службы, скажем так, 15-20 лет. Ну и выгодная цена. Ожидается, что с помощью этого предприятия удастся пополнить областной бюджет на 65 миллионов рублей. К тому же будет дополнительно создано 87 рабочих мест. Напомним, ясный получил статус ТАССР в феврале 2019 года. Соглашение предусматривает создание до 2028 года не менее 865 новых рабочих мест. К этому времени должно быть не менее 17 резидентов. В свою очередь, этот статус дает им льготы и преференции. Спортивный резерв должен стать более совершенным. Сегодня в Оренбургской области работает заместитель министра спорта России Сергей Косилов. Вместе с оренбургскими коллегами он обсудил современное состояние системы подготовки спортсменов в Приволжском федеральном округе и основные направления развития в рамках принятой концепции. В работе принимают участие руководители спортивных ведомств Приволжского федерального округа, органов власти в сфере физической культуры и спорта Оренбуржья, областных федераций по базовым видам спорта. В планах специалистов не только изучить, как в регионе готовят спортивный резерв, но также помочь решить проблемные вопросы. Учреждения спортивной подготовки, которые сегодня есть в нашей стране, они, в принципе, превратили систему, в которой находится очень большая масса у нас детей. И, наверное, в ближайшее время, да уже, наверное, и сейчас надо посмотреть немножко по-другому на эти учреждения с точки зрения воспитания нашего подрастающего поколения. Как отмечает Сергей Косилов, главной целью системы подготовки спортивного резерва в России является повышение ее эффективности для сборных команд, продление карьеры спортсменов, формирование у населения мотивации к физической активности и самосовершенствованию. У учащихся Оренбуржья зафиксировано вне больничное обнимание. Несколько школ региона уже приостановили образовательный процесс. По данным регионального Роспотребнадзора, еженедельно в области регистрируется 300-320 случаев заболеваний, что соответствует средним многолетним показателям. Случаи заболеваний инфекционной пневмонии регистрируются во всех районах. Среди заболевших около 40% – дети. По состоянию на 15 ноября очаги заболевания зафиксированы в отдельных общеобразовательных учреждениях Оренбурга, Бугуруслана, Орска, Абдулинского, Ясненского и Солилецкого городских округов. Внеплановые каникулы начались в пятой школе Солилецкого городского округа. Там заболели 14 человек. По предписанию Роспотребнадзора учебное заведение закрыто на 10 дней. Несмотря на то, что заболевших всего 2%, специалисты объявили карантин. Приступить к занятиям дети смогут 21 ноября. У нас по предписанию Центрального территориального отдела Роспотребнадзора Оренбургской области предписание было приостановить учебный процесс на 10 дней. Но в соответствии с этим в эти 10 дней учителя занимаются дистанционно. С 12-й 10 дней по 21-е. Аналогичная ситуация в Ясном. Там приостановлены занятия в школе номер 2. Диагноз заболевших также пневмония. Напомним, накануне стало известно, что по той же причине на карантин закрылась 15-я школа Орска. Образовательный процесс во всех школах везется дистанционно, сообщают в Министерстве образования области. Сейчас прервемся на небольшой блок коммерческой информации. Через несколько секунд продолжим и вот о чем расскажем во второй части выпуска. Как сохранить свои измережения, россияне все чаще предпочитают инвестировать. Старейшего с области отмечает столетие. В зале торжеств лучшие представители педагогического сообщества. Счет не в нашу пользу. Женская сборная России под баскетбол уступила соперницам 1 очко. Это новости дня. Мы продолжаем и сейчас к экономике. Россияне стали больше инвестироваться, а вот популярность банковских депозитов заметно упала. Таковы результаты исследования специалистов одного из крупнейших банков страны. Финансисты считают, что интерес к рублевым банковским вкладам упал из-за низких процентных ставок. В поисках высоких доходов россияне обратились к паевым инвестиционным фондам. Начали вкладываться в ценные бумаги. Исследователи также выяснили, в какой валюте наши соотечественники предпочитают хранить деньги. Абсолютное большинство, 80%, хранят сбережения в рублях. 9,5% предпочитают доллар, 8% евро. К другим валютам обращается всего 2,5%. Причем в иностранную валюту вкладываются не ради дохода, а с целью сохранения сбережения. При этом немало россиян пристально наблюдают за ситуацией на валютном рынке. Доллар за последние сутки подешевел на 33 копейки, евро на 27 копеек. Актуальный курс вы можете видеть на своих экранах. 70 тысяч зрителей, почти 130 спектаклей за сезон. Оренбургский театр музыкальной комедии – первый и единственный подобный храм культуры в нашем регионе. Телеканал ОРТ готов показать жизнь на сцене и за кулисами. Эфир программы «Таланты и поклонники» уже в это воскресенье. Как мюзиклы вдохнули новую жизнь в репертуар. И почему артисты называют свой труд не иначе, как дело всей жизни. Смотрите далее. Народный дом. 1936 год. Именно сюда, из Орска в Чкалов, переезжает театр музыкальной комедии. В годы эвакуации в этом здании укрылся от бомбежки Ленинградский малый оперный театр. Первое время он служил артистам и домом. Не более 50 килограммов вещей, ровно столько, разрешали взять с собой артистам в эвакуацию. Что-то они продавали на рынке, что-то меняли на продукты. Но все бытовые сложности окупились зрительской любовью. За три года театр поставил почти два десятка классических опер. Я войну сама пережила, будучи ребенком. Я знаю, как это случилось так, что мама спасала нас, а налеты самолетов взрослые рыли противотанковые рвы. Мама вот так вот надела, за ручки нас не отпускала. Она прыгнула туда, в этот ров, который нарыла, и накрыла нас своим телом. Легенда театра. 50 лет на сцене. Несравненная ханума в одноименном спектакле. Она же Семеновна в бабьем бунте. Анна Леонова признается, каждая роль прежде всего помогает лучше узнать себя. Ее судьба связана с символами советского театра и кино. Среди них и однофамилец Евгений Леонов. Именно он первым заговорил о том, что актриса такого уровня не может остаться без звания. Сегодня она заслуженная артистка России. В театре работает и единственный народный артист в Оренбургской оперете. В мускомедии Александр Пащенко проработал более полувека. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Один из самых известных спектаклей театра музыкальной комедии. Уже четверть века ханума собирает залы. Грузинское многоголосие, темпераментные образы, национальные костюмы. История про лучшую сваху всех времен и народов просто не может оставить равнодушным. У нас работа-то все-таки физическая в первую очередь. И вот ты на износ работаешь, работаешь. И тут вот забежишь, подышишь за кулисами, там как бы приведешь себя в чувство. И когда вот выходишь уже на поклон, все там все забывается. Ты уходишь и вот благодарны зрителям, наверное, самое такое прям приятное, самое главное. Одновременно на сцене несколько десятков персонажей. В театре музыкальной комедии артисты универсальны. Что помогает актерам так мастерски петь и танцевать. И как солисты хора перевоплощаются в абсолютно разные роли. Об этом 17 ноября в программе «Таланты и поклонники». Не пропустите на ОРТ. Алина Волохова, Владислав Горбунов. Новости дня. Старейшую в УС области отмечают юбилей. Сто лет исполнилось Оренбургскому государственному педагогическому университету. За годы работы учебное заведение выпустило более 70 тысяч специалистов. Среди них известны ученые, политики, крупные руководители и, конечно же, те, кто посвятил свою жизнь работе с детьми. Целый век ОГПУ остается одним из главных вузов области. Университет не стоит на месте, открываются новые направления, разрабатываются современные программы. Больше половины преподавательского состава имеют ученую степень. И почти 500 выпускников получили звание заслуженного учителя Российской Федерации. Но сегодня, в столетие, говорят не только о прежних достижениях, но и о том, какая работа еще предстоит. Впереди очень много планов. Участие в национальном проекте образования, в проекте наука. И, конечно, наша главная миссия Оренбургского педагогического университета – готовить учителей для нашего региона. Данил Бучнев пока только начинает свой путь в стенах вуза. Молодой человек, признается, подал документы в несколько учебных заведений. Но ОГПУ был в приоритете. Теперь студент факультета иностранных языков. Я считаю, что иностранные языки – это будущее. Это будет очень важно. В любой возрасте нужно будет знание иностранных языков. Чтобы как-то развиваться, тем же юристам, экономистам нужны иностранные языки. ОГПУ – один из ведущих вузов по городу. И именно иностранные языки там очень сильные. Поздравить вуз с юбилеем приехали выпускники прошлых лет. Лучшие преподаватели награждены дипломами. Многие из них посвятили этому вузу всю жизнь. Работают в ОГПУ целыми династиями. Виктор Сергеевич Буладурин подмечает, что многое за последнее время изменилось и в лучшую сторону. Мне хотелось бы, чтобы вуз сохранился. Чтобы вуз готовил качественных специалистов. Чтобы этих специалистов хватало для нашего образования. За сто лет университет выпустил тысячи специалистов, которые теперь занимают ведущие должности и не только в педагогической сфере области и страны. И это только начало. Татьяна Штылер, Анастасия Кубатка, Константин Воробьев. Новости дня. Итоги подводят и в другом вузе области. Квалифицированных газовиков у нефтяников стало больше. В Оренбурге прошел торжественный вечер для выпускников и студентов Оренбургского филиала РГУ «Нефти и газа» имени Губкина. Кто получил долгожданные дипломы – в сюжете наших корреспондентов. 2019 год – юбилейный для единственного на территории Российской Федерации филиала Российского государственного университета «Нефти и газа» имени Губкина. За 35 лет успешной работы и высшее образование получили более 6000 выпускников. Все они работают на самых мощных производственных объектах Оренбургской области. С 2014 года Оренбургский филиал – это еще и платформа для переподготовки специалистов. Наш университет получил такую возможность в течение года заняться переподготовкой. Занятия идут модульно, по 3-4 недели и так 5 раз в год. И вот сегодня очередной выпуск специалистов по переподготовке. В этом году 35 лет. Мы думаем, что будет принята программа дальнейшего развития Оренбургского филиала. Это будет во благо и нефтегазовой сферы. И, конечно же, это реальный вклад, то есть кадровый потенциал в развитие экономики Оренбургской области. За последние 5 лет в Оренбургском филиале прошли профессиональную переподготовку более 250 специалистов. Вот и сегодня свои дипломы получают 69 слушателей. В этом году выпускников поздравил исполняющий обязанности заместителя министра начальника управления промышленности Сергей Липаткин и Павел Гладков, председатель ассоциации выпускников. Помимо этого подрастает и следующее поколение учеников. Матвей Учаев сегодня пришел на праздник с папой. Мальчик уже давно решил, будет экологом. Это очень интересная профессия, и поэтому я хочу в будущем учиться здесь и пойти по стопам своего отца. Я буду экологом. Качать нефть именно так, чтобы не вредить природе. По второй части мероприятия первокурсники филиала РГУ, будущие инженеры нефтегазовой отрасли, приняли своеобразную присягу. Посвящение в студенты представили десяток номеров. География учащихся в филиале обширна, более 30 регионов России. В настоящее время ВУЗ является базовым для нефтегазового комплекса страны и занимает ведущие позиции в рейтингах по востребованности выпускников совместно с МГУ имени Ломоносова, Московским физико-техническим институтом, Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ. Анастасия Кубалько, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. А сейчас к новостям из мира спорта. Оренбург впервые в истории принимал отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. На паркете сошлись сборные России, Боснии и Герцеговины. Зал спортивно-культурного комплекса Оренбуржья был переполнен. За игрой наблюдал и наш спортивный обозреватель Анатолий Юденич. 69-70. В предельно зрелищной концовке балканская команда вырывает победу. Главной героиней матча становится Джон Килл Джонс, с которой не справляется вся сборная России. Натурализованная багамская баскетболистка набирает гроссмейстерские 29 очков и 16 подборов. Настоящая игра. Приятно удивлена, насколько составительную игру показала наша команда. И несмотря на все трудности, которые ставил перед нами соперник, мы с ними справились. В стартовой пятерке у России выходят сразу три игрока надежды – Шилова, Ражева, Низамова. С самого начала встречи хозяйки включают высокие скорости и летят вперед. Босники, напротив, стараются играть надежнее, используя все 24 секунды на атаку. После стартовой четверти для многих неожиданно гости впереди – плюс пять. В перерыве у наших тренеров одна задача – успокоить игроков, и это получается. Второй период полностью за нами – 23-11. К большой паузе кажется, что уж теперь-то все в порядке. Однако у соперниц свое мнение. Баснейки продолжают вести типичный балканский баскетбол, а у россиянок психологическое давление отражается на точности. Атакуем гораздо больше, но чуть не каждая вторая атака завершается неточным броском, причем промахиваются все. Перед завершающей 10-ти минуткой ведем всего плюс три и продолжаем мазать раз за разом. В итоге реализация бросков удручающая – меньше 40%, а гости ошибок не прощают. Мы много как-то в защите что-то пропустили, что-то в нападении много ошибок делали. Также дали две идеи много – джанку Джонс забить. За 15 секунд до финальной сирены после трехочкового Джонс преимущество баснейк плюс четыре. Но тут же наша Шилова отвечает своим точным дальним броском. Борьба в центре площадки, судьи отдают мяч нам и семь секунд на последнюю атаку. Все болельщики на трибунах уже стоят. Левченко идет в проход и, увы, не забивает. Баснейки выигрывают с разницей в одну очко. Статистика показывает, что игра была равная, тяжелая. Сегодня я видел и вижу этих игроков сильнейших. И то, что нехватка времени, нехватка вот этой командной химии, она осуществует. Действительно, всего пара тренировок слишком мало для того, чтобы показывать свою игру. Поражение обидное, но весь отборочный цикл еще впереди. В воскресенье – вторая игра в Эстонии. Анатолий Евгеньевич, Семен Воробьев, Новости дня. Ограничение потребителей электроэнергии. На такие крайние меры пошли Ордские энергетики. Горожане задолжали за тепло и свет более 800 миллионов рублей. О результатах акции «Внимание, должник» в материале моих коллег. Без присутствия потребителя нельзя ограничивать. В списке контролера десятки адресов. Это должники. Те, кто не платит за электричество, не передает показания приборов учета и не пускает в дом проверяющего. Об отключении людей предупреждают заранее. Мы всегда озвучиваем, когда вручаем уведомления, мы говорим, 20 дней у вас есть, чтобы решить эту проблему. И 10 дней, чтобы деньги, как бы, да, успели мы их увидеть, залиться к нам на счет, чтобы мы видели, что вы действительно платили. Отключение электроэнергии потребителю – это крайняя мера, но вполне законная. Рейды по должникам проводятся регулярно и приносят свои плоды. Большинство абонентов сразу находят возможности погасить задолженность. Перспектива остаться без света, тепла, электроприборов людей заставляет находить возможность рассчитаться по долгам. Если у них нет возможности оплатить все в полном объеме, могут обратиться в энергосбыт, составить соглашение о реструктуризации. То есть, конечно, у многих людей есть проблемы, которые с оплатой в полном объеме невозможно произвести. Они могут подойти и сделать рассрочку. Клиент не допускает, да, не открывает двери, и мы не можем просто попасть в квартиру или на площадку, где тамбур закрыт. В таких ситуациях, хочу предупредить, недопуск более двух раз, значит, что происходит потом. Мы снимаем прибор учета, выводим из программы и выставляем норматив. Затем уже применяется повышающий коэффициент. Рейды проводятся ежедневно. В октябре за долги ограничения электроэнергии коснулись более ста жителей Орска. Татьяна Штылер, Ольга Энгельс, Константин Воробьев. Новости дня. Это все новости дня, с которыми вас хотели познакомить корреспонденты нашего телеканала. Я напоминаю, что увидеть этот и другие выпуски программы вы можете на официальном сайте ОРТ media56.ru Я же с вами прощаюсь. Хоть гидрометцентры и прогнозируют похолодание на выходных, пусть в вашем доме всегда будет тепло и солнечно. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok